Поставить силу Левела на левый край обороны. Он, в общем, игрок не основного состава. Проститесь, Дидан прорывает в Афлан, выпадача. Опасная ситуация. Смотрите, как Христос сейчас ругает своих защитников и игроков обороны, полузащитников, пришедших помочь. Сюда в штрафную площадку, вратарь Шмейхель. Потому что, смотрите, Мэй выбивал из штрафной площадки, и Шмейхель, пытаясь завладеть мячом, столкнулся со своим защитником. За что Шмейхель и упрекнул Дэвида Мэя четвертого номера. Ювентус продолжает атаку. Тонкий пас Дель Пьера, и Дель Пьер уже бьет в нижний угол. Шмейхель накрывает мяч в углу ворота. С 93-го года в составе Ювентуса. Пурини. И защитник Пурини наносит туда поворотом. Мяч выпадает в полузащиту у Манчестера. Дэвид Бекхем, Никки Батрой Кин и Райан Кик. И два нападающих, Эрик Кантана и Оля Сольския. Кик. Опасно выходил к воротам итальянцев Девит Бекхем. Бобова. Подача справа фланга. Очень высокий прыжок перед Дэвида Мэя. Защитник пришел туда в основную площадку. Пробег к воротам от матча к матчу. Прибавляет этот 60-летний игрок обороны. И вот смотрите, как сейчас хорошо действует. Очень высоко прыгнул. И на самой перекладине такое впечатление, что мяч даже немножко задел верхнюю планку. Вот, смотрите, где Бекхем подает. Вот, Ален Букшич удается сделать передачу на Александра Тейнфьера сюда в центр. Выбивает Мэй штрафной и подальше отправляет мяч его партнеры. Гарри Невилл, еще один игрок сборной Англии. Сейчас отобрал мяч там на правом фланге обороны. И вот уже ошибка. И смотрите, Дидан. Как хорошо Дидан увидел то, что вышел. Причем был как официально лигой признан лучшим футболистам, так и журналистами. Орвежский мяч. Но тем временем, штрафный удар. Тейнфьера бьет, мяч выпадает в стенку и уходит на угловой. Бло основания обозревателям, болельщикам говорить о том, что лучшие времена этого известного датского голкипера возвращаются. Тем временем, Феррара выбивает мяч. Опасный удар, но судья фиксирует положение вне игры. Манчестер Юнайтед, новый спеченный. Упалил сборной Англии. Вот впервые. Нет, сейчас наступил мяч. Гипсу-гипс навешивает на дальнюю штангу. Удар. Как опасно. Это Кантана. Вроде убил к воротам. Получился опаснейший прострел. Но никому не удалось замкнуть вот эту, как бы, импровизированную передачу. Уже быстрая контратага. Югович. Гарри Невилл перехватывал пас. Прошибся. Снова перехватывает мяч англичане. Макклер догоняет. И на угловке подача. Угар. Гипсу-гипс мимо ворот. Райан Гипсу-гипс, которому я только что рассказывал. Смотрите еще раз этот эпизод. Подача. Хорошо бил. Прицельно бил поворотом. Райан Гипс, но мимо. И удар от ворот Анжело Перуцци. Вот смотрите, какой эпизод. Он уже принимает мяч, а глазами ищет, ищет Эль Пьера. Здесь же Дидан отдает Эль Пьера. Эль Пьера пытается обмануть Мэй. И вот Рой Тин. Сейчас на месте. На своем новом месте в центре обороны. Удар Юговича. Шмейхель отпускает мяч. И очередной угловой за 91-м году. А сейчас подает угловой. Сильный удар Деливио. Мяч попал в ногу кому-то из защитников Манчестера. Четкий пас. Дешаму, дешам. Направо Дель Пьеро. Против Йонсон. Дель Пьера входит штрафную. И его сбивают, его сбивают. И совершенно обоснованно арбитр означает 11-метровый удар. Да, это было нарушение правил со стороны Никки Батта. И Никки Батт спалил в самом углу штрафной площадки. Мне очень хорошо это было видно. Вот смотрите. Самые, если можем так сказать, девятки штрафной площадки. Где Сандро Дель Пьеро? Или Петр Шмейхель? Воспех удар. Ну, такой мяч взять было невозможно. Такой мяч взять было невозможно. Сейчас мы еще несколько раз увидим повтор. Вот смотрите, из-за ворот. Шмейхель угадал. Ну, уж очень сильный удар под перекладину. Итак, Александр Дель Пьеро открывает счет в матче Манчестер Юнайтед-Ювентус на стадионе Олд Траффорд. Тринят Манчестер Юнайтед-Ювентус на стадионе Олд Траффорд. Скоро же волосый полузащитник Манчестера. Болшать срывается штрафную. Обыгрывает Нея, бьет. И только мастерство Шмейхеля спасает ворота Манчестера. Смотрите, как хорошо расправился с защитниками. Совершенно правильный, правильно назначенный свободный удар. Стопикер получает мяч. Нет. Снова опережает его Чиро Феррара. Кантона совершенно один удар. Рядом со штангой. Рик Кантона имел возможность сравнять счет. Какой момент. И рядом не было защитников. И бил он так нацелено. Правый от Перуцу угол. Посмотрите. Рядом со штангой. Еще раз. Очередной навес. И промахнулся Эрик Кантона. Году не прошел топинг-тест. Был подвергнут дисквалификации. А всего-то причина была в том, что он принимал подрезки для посудания. Но вот Кантона бывает один на один с Перуцци. Перуцци выпускает мяч. И повторным броском накрывает его здесь у линии вратарской площадке. Судья показывает, что все нормально. Просто кому-то могло показаться, что мяч был отправлен назад защитникам. Лью-Ментесу нет. Судья показывает, что все нормально. Смотрите еще раз. Кантона бьет. Перуцци отбивает. Казалось, что спустил мяч. И рвется уже на диване Бекке в 10-й номер. Но Перуцци с помощью защитников все-таки накрыл этот мяч. Смотрите. Добрался до него. Ну и хорошо из конца. И вот он здесь бегал, разминался, бегал по грузке. И потом показал тренерам, что все в порядке. А вот уже выводят быстрого бывшего партнера. Ну да, это совече ли делал пас. Но Шмейхель перехватил. Пас на левый фланг. Норвежец Йонсон. Диксу. Валит Дикс. Идет прямо на защитника. Подает. Подача была на Кантону, который здесь набегал на дальнюю штангу. Ну, макрал, как говорят. Вот мячом. Бат. Нужно ему исправляться за этот пенальти. В общем, пенальти был такой из разряда необязательно. Скажем так. Ферара. Выводят, а вот нет положения вне игры у Александра Дель Пьера. Удар. Мяч летит выше ворот. Реальнейшая возможность у Александра Дель Пьера. Мог забить свой второй мяч в сегодняшнем матче. Да. Дель Пьера забил два мяч в ноль. И вот сейчас Мог тоже сделать дубль. Букшич. И снова Дель Пьера выходит. С ошибками играет оборона Манчестера. Дель Пьера в ногах у него выбивает мяч. Идик, пришедший помочь своим защитникам. Навес на ворота. Шмейхель. Отчаянный прыжок. Пьет по воротам Дешам. Попадает в Маклера. И мяч летит выше ворот. Это уже был удар подключившемуся Севджио Пурини. Подключившемуся в атаку. Да, с очень грубыми ошибками действует оборона Манчестера. Но вот видите, не зря в запасе у... И больше замен пока нет. У Манчестера на месте. И стоит Пьера. Дипс. Вот Дип бьет. Рядом с девяткой. В общем, Дипсой и не кандидат на то, что он будет заменен нам. Я прежде всего имею в виду, как и в первом тайме, Оли Гуннера Сольскияра. Который, в общем, играет активно в атаке. Но не может ничего поделать со своим диданом. Кокшич. Направо. Деливио. Йонсон против него. Деливио подает на Дель Пьера. Мэй прыгает выше. Но вот уже дидан. Хороший момент. Отличный удар. Чуть выше ворот. Чуть выше ворот пробил Динудин дидан. Куплен услугу Гордо. Вот Динудин дидан. Смотрите еще раз. И контракт от Гарри Невил. Сольскияр против Матри Челли. Хорошо избавился от опеки. Сумел подать. Сольскияр. Удар не подставил ногу. Пурини. Пропитывник школы Ювентуса. Дэкхэм подает. 1-0 гол. Тогда забил Букшич. Ален Букшич. Дель Пьера в очередной раз. Невил. Аклер хорошо использовал Сольскияру. Пас налево. Стих срывается в штрафную. Бьет. Пиле простреливает. Или. Пулс-пулс. Пулс-пулс. На левом фланге. Хороший пас на Гикса. Гикса загоняет этот мяч. И сразу делает передачу на Кантону. Кантонас скидывает назад. Удар Бекхэма рядом со штангой. Вот он знаменитый удар Дэвида Бекхэма. Славится этот молодой форвард. Сильным ударом. Забил второй мяч ворота Рапида 25 сентября. Когда 2-0 выиграли футболисты Манчестера. И Бекхэм отличился и в первом матче в Турции с Кенербахчет. Он забил первый гол. Мей сыграл головой. Сушан пас на Зидана. Зидан уже второй раз. Уже был такой бортник. Ники-пас. Но Бопшич. Дель Пьера. Пас бил в ворота. Мяч вздымается на штрафной. Там прыгает защитник Мэй. Сам же отыгрывает Кину. Ким бьет мимо ворота. Внутри, наверное, будет Бекхэм. Тудья подвигает стенку. В стенке тихо. Тут пристроился. Бекхэм бьет. На это разбил не на силу. На 100 точек перебрасывал стенку. Но Перуцц разгадал. Его замысел. Посмотрите, уже начал движение Перуццц сразу. И забрал мяч Кантана. Отличный удар Кантаны, но на месте Перуццы. Великолепный удар сейчас был. Но Перуццц сегодня заслуживает похвалы против поставить Ювентусу. Счет один. Счет один. Бекхэм. На Сольскияра нет. А там уже Кикс возвращает мяч в штрафную. Мяч не доходит и Маклера. Но Кикс снова с мячом. Обыгрывает одного. Но Сольскиярус. Сольскиярус бьет. Падение. Нет. Мяч задевает снова итальянского защитника. И уходит на угловой Сольск. Кройс. Уже не в борде, как это было раньше. Но подача. Бьется прыгать. Кантана. Бьет пистоли мяч. Попадает Перикладину. И Кантана, и его партнеры показывают испанскому арбитру, что вратарь задел этот мяч. И значит должен быть угловой. Знаете, с таким такнистым они оспаривают решение судей. Как будто речь идет о забитом или не забитом голе. А речь-то всего об угловом. Но даже каждый угловой важен в этой игре. Особенно, когда время подходит к концу. А Ювентус выигрывает 1-0. Невил не рискуя, не рискнула дать мяч назад Шмейхелю. Потому что рядом был быстрый Букшич. Букшич от Зитана отыгрывает Югоич. Югоич бьет. Так прицельно в дальнюю девятку. Невил занял место Морено Торичелли на левом фланге обороны. Подача. И Шмейхель великолепен. Это в очередной раз поворотом бил Дель Пьеро. Хороший получил передачу от Зитана. Но Шмейхель на месте. Днеров по группе Цели и Чемпионов. Общаться в зависимости от исхода игры Ювентуса спинер Бахче. Головы Баса снимает. Кин. И налево Гиксу. Гикс Грустнёв в который раз уже Серджио Курини. И на это пришел Олеся Токенарде. На помощь Маклер пропускает мяч Форде Кройку. Его подталкивали в спину. Но мяч остался у Маклера. Нанес удар. Попал в защитников Ювентуса. Победни Йонсон. Йонсон, фамилия норвежского защитника. Кантана. И назад Перуцца. Перуцца. Сильный удар. Но Фин перехватывает передачу неудачно. Зидан. Нет. Бокшич смотрит за бокового арбитра. Положения вне игры нет. Он продолжается в путь. Породом обыгрывает Смейкеле. Удар. И мяч в детку не попадает. Вернее попадает. Но с обратной стороны. Да. Великолепный момент у Алина Букшича. В полной уверенности были защитники Манчестера, что короватские нападающие положения вне игры. Допал сейчас мяч. Форди Крой пытается догнать Александра Дель Пьера. Но мяч движется быстрее, чем футболисты. И вот уже пас Юговичу. Дель Пьера. Против него Мэй. Дель Пьера бьет. Мяч попадает в ногу Мэя. Точно как в том эпизоде в предыдущем матче Манчестер Юнайтед с Пенербахче. Вот в такой же ситуации мяч от ноги Мэя срикошетировал и, перелетев через голову Шмейхеля, попал в ворот. Удивительно похожая ситуация на тур. Пенов. После этого репортажа вы сумеете посмотреть...